Приветствую, друзья! Во-первых, я буду говорить с вами в определенном ритме, чтобы уже посмотрев этот коротенький ролик за пять минут, вы уже, если находитесь в точке риска, опасности, тревожности, беспокойства, страхов, неопределенности, неуверенности, неприятности, не знаете, как быть, чтобы вы могли успокоиться. Но здесь нет никакого воздействия, просто я в этом ритме буду разговаривать, каким обычно делают песнопеяния, каким обычно пишутся стихи. Вот в этом ритме стихосложения я буду с вами говорить, и вы заметите, что я очень начинаю быть похожим на то, что делал великий Эриксон. Эриксон, когда разговаривал с людьми, он говорил в определенном ритме, спокойно, легко, и люди, когда с ним разговаривали, они начинали чувствовать себя спокойнее, легко. Удивительно, правда. И он никогда не касался их личного я. Он говорил притчами, он говорил о чем-то как бы ином, но человек как бы отрывался от себя, прислушивался к этому, и без всякого сопротивления воспринимал, о чем он говорит, потому что он говорил полезные вещи. Эриксон, великий Эриксон, это мой кумир. Еще у меня есть кумир, который, великий аптекарь, создал методику активного самовнушения, чтобы, когда человек засыпает и когда он просыпается, чтобы он мог себе внушить что-то. Оказалось, что вот этот момент перехода в сон и выхода из сна очень полезен, а я бы сказал, полезителен для того, чтобы сделать себе самовнушение. Потому что там соприкосновение конкретного человека с вечностью, с безвремением. Такое состояние пустоты нуля. Нуля, нулевое состояние, когда человек засыпает и когда просыпается. Ну, вы просто в этот момент поймаете себя, на моменте, когда вы засыпаете, и помечтаете о том, что теперь все будет хорошо. Теперь все будет хорошо. И вы заметите, что вы засыпаете легче, лучше спите и утром просыпаетесь в хорошем настроении, вопреки всем обстоятельствам. Да-да-да-да, вот так и получится. Потому что, когда великий аптекарь, создавший эту методику, имиткуе, он же пол Европы научил. Они стали выздоравливать от гипертонических состояний, они стали выздоравливать от астмы, они стали выздоравливать от бессонницы, они стали лучше спать, они стали увереннее в себе, они стали лучше решать свои вопросы. Это очень мощно. А если вам не хватает какого-то авторитета для того, чтобы вы заслушались о том, о чем я сейчас говорю в определенном ритме, в этом целебном ролике номер два, посмотрите описание под видео, откройте описание под видео и узнаете, кто я такой. И этот может быть авторитет, который на вас повлияет, потому что вам же нужно немножко довериться человеку, который что-то говорит. Потому что вам может быть плохо в этот момент, и вам надо как за Соломинку усыпиться за авторитет. Ну так у меня же все есть. Вы не только про Эриксона, я говорю, не только я говорю про Эмиль Куе. Я даже подсказываю. Посмотрите описание под роликом. Для тех людей, кому нужен авторитет. А кому не нужен, и не смотрите. А теперь послушайте меня внимательно. Если у вас во время этого ритма возникает состояние расслабленности, возникает состояние какого-то успокоения, возникает состояние какого-то благоденствия, потому что я в определенном ритме говорю эти слова, которые вам напоминают у великого Эриксона и Эмиля Куе. И я вам сейчас еще скажу что-то очень важное. Что-то очень важное. Я вам скажу о том, насколько глубоко и сильно влияет возможности вашего подсознания, помогает вам решать ваши вопросы. Когда, например, вы волнуетесь, когда у вас бывает нервная дрожь, когда мурашки по коже, когда мысли, может быть, дергаются, когда в теле появляются какие-то толковые ощущения, вы дайте им возможность проявиться сильнее. Потряситесь сейчас, потряситесь сейчас, потряситесь сейчас, подвигайтесь сейчас, повторяйте за мной. Посмотрите, может быть, вам это попеременное напряжение и расслабление, попеременное напряжение и расслабление, попеременное напряжение и расслабление, а теперь напрягайте руки, делайте вращательные движения, которые вам более всего нравятся, более всего подходят. А те движения, которые не подходят, не делайте. А делайте только те, которые подходят. Делайте те, которые подходят. И начинайте отпускать эти движения из мышечного напряжения в расслабление. Повторяемое попеременное напряжение и расслабление выводит вас на состояние облегчения. Облегчение. И посмотрите, что теперь происходит. Отпустите себя. Как будто гора упала с плеч. И позвольте себе просто мыслить о том, что руки двигаются и посмотрите, какие движения вам легче всего делать. Ритмичные движения, которые хочется повторить. А может быть вот так. А может быть вот так. А может быть вот так. Левитационные движения. Сочетайте с попеременным напряжением и расслаблением. То, что делал Эриксон. Вообразите, что рука всплывает. Сама по себе, по вашему желанию. Найдите образ, который вам помогает. Например, магниты притягиваются. И в этот момент вообразите лимон. Что вы вкушаете лимон. Да, да. И сделайте жевательные движения. Как будто вы вкушаете лимон. Да, да. И прямо течет, течет. Прямо лимон, 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 лимон. Прямо течет. И теперь отпуститесь. Сделайте вот так. Я вам напомню. До следующей встречи. Что если вы будете делать так 5 минут в день, в течение 5 дней, в удобное для себя время, у вас произойдут количественно-качественные изменения. Не ждите прямо сейчас. Не ждите прямо сейчас. А в течение 5 дней, каждый день 5 минут, это целебный ролик номер 2. И вы себя через 5 дней не узнаете. Это удивительно. Количественно-качественные изменения. Это микрокурс. Мы не клиника. Я только вам рассказываю об Эмиле Куе, о великом Эриксоне и о влиянии ритма и попеременного напряжения и расслабления в соединении с левитационными движениями. До встречи, друзья.